Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в House Flipper. Прочитал я ваши комментарии, значит, и понял, понял, что, что понял, это откуда плитка у меня лежит. Может быть, ее нужно продать? Да, продать, и ведерко вот это мы тоже продаем. Смотри, продать нашу халупу мы не можем, потому что у нас нет другой. Нужно сначала купить себе другую комнату, комнатуху, а потом уже продавать вот эту. Сказали, надо было продать свою мебель, да я продать ее собирался, понимаешь, я не успел, я не успел продать ее. Не знаю, зачем вот эта вот вся приблуда нам нужна, видать, очень полезная. Может, без нее мы ремонт не сможем сделать, или что-нибудь такое, но я думаю, что нет, все это дело не так работает. Давай купим сюда плиту, жрать нам все-таки надо, готовить. Так, давай-ка мы напишем... Нет, давай мы не будем писать, давай мы зайдем просто в мебель, в мебель, не в сантехнику, а в награды бета. Нет, мне нужны кухонные приборы, кухонные приборы будут у нас с тобой какого-нибудь такого эдакого цвета. А есть здесь... Смотри, деревянный шкаф в духовке, он красиво выглядит, кстати. Купить сейчас под дуб. А что у меня под дуб здесь больше нет ничего? Деревянная дверь, и та не особо деревянная, ну, не особо под дуб. У меня все отдельно разных оттенков, и это меня не радует. Ну-ка, отменись. И давай сделаем темненькую немножечко. Вот такой сопей, не знаю, как это так называется. Нет, очень некрасиво. Бразильский орех, может быть. Может быть, бразильский орех. Но уже куда не шло. Давай бразильский орех. А, под пол, кстати, как раз подходит. Поставим его... Поставим ее вот сюда. Сказали мне... Написали, что это тебе не симулятор торговца, не нужно все пихать в один угол. Точнее, по углам распихивать. Я понимаю, прекрасно понимаю. Просто у меня не работает такое быстрое перестроение. Я просто записывал, считай... А, не, я не записывал, получается, трейдер тогда. Не знаю, как тогда получилось. Я просто сразу, когда я записываю несколько роликов, у меня тяжело перестраивается башка. И я начинаю делать все то, что... Все, короче, из предыдущей игры беру. Раковина. Яркая встраиваемая... Встраиваемая... Встраиваемая мойка. Красный цвет. Дороги нет. Красный цвет фиолетовый. У нас все... Нет, красный, конечно, убого выглядит. Коричневый. Вот такой коричневый, наверное, нам нужен. Ручки будут у нас такого вот белого цвета. Да, белого лучше. Из солежницы, естественно, можно под орех. М? Вот, вот такой, да, мрамор. Раковина, естественно... Ага, во. Класс. Ничего себе, это белый? Это не белый. Это обман. Ладно, такого вот цвета будет. Ой, конечно, она выглядит очень оляписто. Очень оляписто выглядит. Ну, а что поделаешь? Ничего не поделаешь. Плита есть? Есть. Ну, как, это не плита, это духовой шкаф, наверное. Мы не сможем здесь ни черта делать. Есть микроволновка. В микроволновке вся еда, в принципе, тем более для холостяка, такого, как мы, подойдет. Микроволновку можно было бы присандалить. Вот сюда светлая духовка. Духовка. Какой-нибудь такой мебель бы. Мебель бы. Мебель бы такую, как духовочку. Духовочку хочу. Хочу духовочку. Духовочку. Духовка. Духовка. Можно как-то, как он называется? Духовой шкаф. Нет. Нет. Микровейв, блядь. Микроволновка. Ёб твою мать. Микроволновка мне нужна. Микрофон браши. Нет. Мне микроволновка нужна. Микроволновая печь. Вот так кенская, да. Но электроника. Электроника. Писторная печь. Класс. Это очень здорово, но нам нужна микроволновочка. Вот здесь вот наверняка есть еще какой-то вариант. А то там всего два в поиске было. Мини-холодильник, холодильник, консоль. Мне это все не нужно. Мне нужна микроволновка, в которой будет храниться вся наша жрачка. Подвесной микроволновая печь. А может быть здесь еще есть что-нибудь такое похожее на микроволновку? И если это есть, значит мы это и воспользуемся этим. Веб-камеры скучаю, сабвуферы. Это, конечно, все здорово. Честно, это все очень здорово. Индукционная плита. Блин, а можно индукционную плиту присандалить? Она наверняка кладется как панелька, да, и просто можно прям на духовой шкаф присандачить. Да, можно, можно. Ой, купить несколько. Зачем я несколько тут покупаю? Не знаешь? Я тоже не знаю. Все. Одну купил, и хорошо. Можно пользоваться. Холодильничек бы куда-нибудь поставить. Куда такой поставить холодильничек? И чтобы у нас хавчик там хранился. Но, видимо, некуда нам поставить холодильник. У нас халупка-то маленькая совсем. Поэтому будем довольствоваться тем, что есть. Табуретку нам. Стул какой-нибудь. Можно? Можно? Можно наверняка. Стул. Светлый стул. Мебель, мебель, мебель. Деревянный стульчик. Показать все результаты. Я нашел кнопку «Показать все результаты». И будем теперь только этой кнопкой пользоваться. Мне нужен какой-нибудь такой удобненький, чтобы это самое. Вот по типу вот этого офисного стула. Но еще более удобный. Не знаю, зачем я это все дело сейчас покупаю. Мне сказали, что продавай это дело. Да и все. И живи себе спокойно. Мы этим и займемся. Сейчас только мы вот так вот сделаем. Возьмем. Вот так вот сядем. Блин, нельзя, да? Сидеть и нажимать на кнопки. Это очень грустно. Где здесь... Не карта заказов. Мне нужен был браузер. В браузере нужно найти дом с этим, с бункером. Человек один написал, что я хочу увидеть бункер. Дом с бункером и его реализацию. Не знаю, что ты имел в виду под реализацией бункера. У нас же ведь здесь не планируется атомной войны. Естественно. Вот оно, старый дом с бункером. 8 миллионов почти стоит. Но у нас 3200. Я думаю, в скором времени мы уже его приобретем. А, гараж с бункером, смотри, за 6700. Но не, это очень мало. Гараж это гараж. Гараж нам нахрен не нужен. Нам нужен дом с бункером. Он же здесь один с бункером, да? Нет, здесь есть дом с Амарти Майерс. Ладненько. Давайте мы с вами приступим, естественно, к большим нашим заказам. Нашим любимым заказам, где можно ремонтировать... Эй, шевелись. Платва. Шевелись. Отдай вот к этому одноэтажному домику. Перейдем. И по 509 тысяч. Принять. Даже читать не будем, что там к чему и почему. Увидим в заданиях, естественно, непосредственно перейдя в этот дом. Давай, дичьки я попью, а то что-то очень много разговариваю и... Начнем. Заказ только половина. Мой за... А, Мэй занимается ремонтом и арендой домов. Сейчас он ждет ребенка, поэтому не может позволить себе такой объем работы, как раньше. А, но бизнес продолжается. Он должен организовать аренду дома для клиента. Это дом-близнец. И в силу обстоятельств, Мэй просит отремонтировать только половину. К счастью, дом не требует никаких серьезных изменений, потому что он был недавно отремонтирован. Он находится в девелоперском стандарте, а нашей задачей является его отделка. У клиентки Мэй две собачки, к которым она относится как к членам семьи. Если у нас останутся свободные бюджетные средства, мы можем добавить в квартиру несколько аксессуаров специально для четвероногих. До встречи на месте, Оливер Джордан. Ну, давай-ка посмотрим, что нам нужно здесь сделать. Опачки. Используем. Давай разрушим это. Давай не будем сносить стены. Отделим место, где они находятся. От места, предназначенного для развлечения. Это хорошее решение для традиционалистов, которые думают, что еда с телевидением на заднем плане отвлекает. И что человек на самом деле не чувствует вкус того, что он... Класс. Давай разрушим. Нахрен. Тогда просторней гораздо будет. Явно просторней будет. Угу. Уничтожь стены. Наше любимое занятие начинается. Мне сказ... А, ой. Ой. А, вот. Все, понял. Ломаем все стены. Мы любим этим делом заниматься. Поэтому... Поэтому учебы нет. И да, если ты смотришь это видео и до сих пор не подписался, не знаю, как до такого дошел вообще, как так можно было сделать, не подписаться на мой канал и смотреть. Обязательно сделай это и напиши комментарий какой-нибудь интересный, чтобы я его почитал и охренел. Вот. Ну, какой-нибудь такой небанальный, типа, класс, круто. А что-нибудь такое, прям, реально, мысли свои, эмоции вырази. Не знаю, может, расскажи, как у тебя день прошел. Реально, очень интересно читать такие комментарии, где люди реальные вещи пишут. Не просто там круто, классно, прикольно, снимай дальше, а вот по типу... Я там сегодня шел, у меня собака чуть ногу не откусила. Вот это прикольно, вот это интересно. Хотя, может, не очень интересно. Кому-то не весело от этого. Так, погоди, и что? Вот это что сломать надо? Мне не нравится это. Вот эту стену надо сломать, представляешь? Пиздец. Прорванная труба. Похоже, что труба радиатора была повреждена. Вам нужно устранить утечку. Где-то здесь может быть клапан, который позволяет отключить воду. Да, она особо не течет, там вон слив. А, это не слив, это клапан, наверное, да? А может и слив. Да выключайся ты. А я же не сантехник, что-то меня хотят. Давай продадим ей все, еб твою мать. Устранил утечку. Все? Нет? Очистка. Очистка. Все? Хорош. Вот как нужно чинить стены. Точнее, эти протечки, утечки всякие ваши. Берешь, доломаешь все это, продаешь к хренам собачьим. Нет стояка, нет и воды, соответственно. Голова просто. Вот ты понимаешь? Взял, продал стояк и больше нет воды. Естественно, протечки тоже нет. Как бы вопросов тоже не должно возникнуть ко мне после того, как я это сделал. Так, а что это у нас тут красненьким таким отмечено? Это что-то неправильно, мне кажется, да? Или мне это ломать не... А, мне это ломать не нужно. Мне нужно ломать вон то, которое отмечено красненьким на карте. Я это уже знаю теперь. После нескольких неудачных... Ой. Не особо удачных попыток. Я понял, что ломать стены просто так здесь не прикольно и не нужно. И перестал этим заниматься. Соответственно. Соответственно. Смотрю на карту чаще. А вот это чудо нужно построить, потому что я сломал это случайно. Еще сказали, как строить несколько стен сразу. Нужно увеличивать с помощью колесика. И это реально полезно. Спасибо большое за комментарий. Я реально это ценю. Ага. Очистка. Не очистка, а руками. Сейчас будем мусор собирать, а потом примем решение уже. Которое повлияет на ход событий. Идея оригинальная. Мы добавим традиционные подвесные светильники. И выберем светлую мебель из серого гранита. А также сбалансируем и осветим помещение. Я сомневаюсь, что новый клиент будет в восторге. От кухни с ненасытными вампирами. Давайте покрасим стены в светлый цвет. Подвесные светильники сильно заполняют небольшое пространство. Поэтому используем потолочные. Да. Стены мы сломали. Естественно, мы будем экономить дальше место. То есть будем делать так, чтобы у клиента, у нашего, было ощущение, что у него реально много пространства. Что у него нет какой-то такой сбитости в комнатах. Я считаю, что это гораздо более правильное решение, чем непосредственно вот эта вот херня, которую она предложила. Нам нужны светлые стены и нужны... Построй стены. А зачем я построю стены-то? Сейчас я почешусь немножко. Оп. Сейчас. Все хорошо. Так. Ну вот это вот получается... Нет. Вот тут. Хренак. Сразу. Оп. И построил. Представляешь? А то мучился, сидел. Ну, да что ты будешь делать-то? Фонарь мне точно был не нужен. И... А, вот здесь вот стеночку надо достроить. Хуй. Не тут стеночку надо было достроить. Подожди, а где тогда надо... Отстань. А где тогда нужно было стену-то поставить? Я что-то вообще тогда не вкуриваю. Мне кажется, что... Вот здесь? Не пойму. Не пойму! Так она у меня построена. Что мне нужно еще-то? А, вот эта вот стена. А почему тогда вот здесь вот бы не построить, нет? Что за бред? Что за бред? Модифицировать стены. Молоденький бутон. Нужно покрасить 80 стен. Ну, ничего себе. Легкий бисквит уложить на полную... На полную плитку. Давайте с на полной плитки начнем. Типа задание-то уже будет готово. И... На полную плитку. А где на полную плитку? А хрен его знает. Везде тут нужно уложить или что? Или не везде? 19. А, ну да, видать, везде. Потому что если было бы... Если было бы не везде... Тогда бы у меня проценты быстрее бы заполнялись. Угу. 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 Ты смотри, учись. Как ремонт-то делать. Потом колымить пойдешь. Деньги зарабатывать. Это полезное дело. У людей появляется ремонт дома. А у тебя деньги появляются. На самом деле, прибыльное занятие. Честно тебе говорю. Это прибыльное занятие. Стройка. Это вообще очень прибыльное занятие. Там очень много денег. Но очень много работы. И она... В силу своей специфики, знаешь, не особо чистая эта работа. То есть тебе нужно просто постоянно там... Нюхать грязь, пыль и цемент с бетоном перемешивать. И все это время... Ты грязный, мокрый, непромытый. Но деньги есть. Реально. Кушать будешь. Будешь очень вкусно кушать. Но будет тебе это делать некогда. Поэтому есть какая-то, знаешь... Мин... Мин... Ну, темная сторона, короче, этой профессии. Зато семья у тебя будет сытая, накормленная. И будет все здорово. Так. Это сесть. Это встать, покрасить цвет. Зеленый бутон, молоденький бутон. Мы возьмем большую краску и будем красить стены. Погоди. А сколько ж вместе? А, 91. То есть мне нужно одну сторону, наверное, покрасить в один цвет, а другую сторону в другой цвет. Хрен его. Просыт, как мы это будем делать. Но, наверное, будем делать это как-то так. Еще сказали, что нужно было в белый цвет покрасить. А, я, наверное, тут уже говорил. В белый цвет, мол, эти подоконники покрасить. И косяки, и вот эти вот откосы на окнах. Ну, мы это сделаем обязательно. Ну, а в другом домике. Когда купим себе бункер, тогда уже будем красить и в белый, и хоть в черный, хоть в зеленый, хоть в фиолетовый. Вообще в любой. Нам просто нужно продать вот этот вот подороже, чтобы... Чтобы были денежки у нас с тобой на ремонт бункера, на ремонт... Кого там еще мы будем ремонтировать? Хрен его знает. 20 стен из 80. Я думаю, что мы сейчас быстренько все это сделаем. Скорее бы три стены. А можно там три стены, кстати, в навыках? У меня там какой-то навык же ведь пришел. Умение. А, разгром. Большой профессиональный молот. Давай. Это здорово. А с покраской что? Три стены одновременно. Расход краски меньше. 192 покрашенных стены. Ну, ничего себе. Да такие объемы ты нам не под силу в одну серию. Это, следовательно, не сейчас явно будет. У нас по заданию столько нет. 33 из 80. 33 из 80. А вот это тоже надо красить? Да, надо красить тоже. Класс. Угу. 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 Я реально благодарен вам за то, что вы комментируете, за то, что вы пишете реально полезные советы. Даже если их немного, я вас реально всех ценю. Просто честно, от чистого сердца я тебе это говорю. Спасибо большое, что прокомментировал предыдущие видео. Я тебя прям обожаю. За то, что ты комментируешь, за то, что ты ставишь лайк и подписываешься на мои каналы. На мой канал. На мой канал. Так что, не волнуйся. Так что, не волнуйся, ты не остался незамеченным, не осталось незамеченным. Я каждый комментарий практически полезный лайкаю и отвечаю на эти комментарии пока могу. То есть, у меня не так много уж комментариев, чтобы я на них не отвечал. Но, если бы их было там сотнями, да, тогда бы я, может быть, и не отвечал. Я отвечал бы только в видео. А так я стараюсь ответить на все комментарии, которые пользу какую-то могут принести. И, естественно, которые не только могут принести, а еще и приносят какую-то пользу. Потому что... Потому что... Потому что мне нравится. Мне нравится, когда люди мне пишут и обращают внимание на мои видео, на мое творчество какое-то, какое-никакое. И, естественно, зря, наверное, эту стену крашу, потому что она здесь не учитывается никаким образом. Наверное, пойдем дальше. Вот. И мало того, что откликаются, они откликаются с какой-то пользой. Самое главное — это польза. Польза твоего комментария. Понимаешь, ты написал комментарий, облегчил мне жизнь. Облегчил себе же просмотр следующей серии. Потому что я не буду тупить. Ставь в таких количествах, если ты напишешь комментарий с каким-то полезным дельным советом. Потому что перед записью каждого ролика я просматриваю комментарии с предыдущих серий, чтобы реально ничего не пропустить. Иначе я забуду. Так-то я их читаю сразу, как ты только написал. А потом уже перечитываю заново, чтобы... Чтобы что сделать? Чтобы сделать выводы. И чтобы запомнить, что ты там... Вспомнить, точнее, что ты там написал. Или написала. Вот. Например, сейчас я читал комментарии перед... Ой, у четвертой серии. Что там написали про бункер. Там не про бункер. Еще про счет написали. Вот я, видишь, я уже забыл, что там написали. Так, мы докрашиваем вот эту стену. Вот эту стену мы докрашиваем. А следующая стена... Вот эта сторона идет левая, которая по левую сторону от нас. Она идет уже другим цветом. Она будет другим цветом. Она будет тоже по-другому немножко выглядеть. Не знаю, как мне в голову пришло такое дизайнерское решение. Но я думаю, что будет правильно. Здесь у нас с тобой что будет? Здесь у нас настенная плитка, обои бамбук. Уложить настенную плитку темно-серая мозаика гексагон. Блин, ну, конечно, да. Ну-ка, почему нельзя пролистать? Жаль, нельзя. Это ерунда. Зачем я это взял, не знаю. Берем с тобой магазин. В магазин заходим. Закрываем вот эту ерунду. Вообще, вот это дело закрываем. Нам нужны задания. На полную плитку уложили. Етить-колотить. Смотри, сколько тут всего нужно поставить. Ну, давай начнем опять же с краски. Модифицировать стены. А, 91 всего из стена из 90... Ой. Я-то думал, мы уже все с тобой сделали. А нам еще нужно купить краски. Нам не хватило краски, представляешь? Маленькую баночку купим. Думается мне, что мы сможем покрасить этой маленькой баночкой. Вот эти стены. Я думал, что все уже готово. А у нас еще елки-палки. Еще 11 штук, представляешь? Просто почему-то, мне кажется, она была все-таки справа отображена. А сейчас она взяла и перестала отображаться. Что там? Почему? Модифицировать стены. Блядь, 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 блядь. Просрал момент. Фу-ка. Ладно. Есть что, недостающие покрасим в другой цвет. Невелика потеря. Вот это дело мы будем красить, естественно, вот в этот цвет. В легкий бисквит. Обой бамбук. Вот сюда наложим. Да, 11 штук-то сколько тут? Раз, два. Хрен посчитаешь. Так, подожди. Нам нужно на укладку переключиться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать. Придется, наверное, зайти немножечко дальше, чем хотелось бы. Хотя вот здесь вот, может, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блин, нет, тоже не классно. А может быть здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Короче, в любом случае у нас нет такой стены, чтобы было двенадцать этих. Может быть где-то там, вот где-то здесь, но... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать. Ёп, твою мать, придётся вот это вот ломать. Вот это на всяко будет лучше выглядеть. Вот эта плитка, она на этой стене будет ого-го, как красиво выглядеть. Всё. Готов дело. Давай покрасим вот эту вот... Вот эту плитку покрасим, вот... Точнее, обои в этот зелёный цвет. И готовенько, да? Готовенько же ведь? Готовенько. В лёгкий бисквит красим. Стены теперь. Угу. Сколько там? 50. 50 стен. Чего? Какие плитки, стены? Чего ты хочешь от меня? Игра зазурила. Решила, что я какую-то плитку хочу укладывать. Но я же не хотел плитку укладывать. Чего она хотела от меня, я не понимаю. Как хорошо, что я достаю так далеко. Да? Да. Ладно, косяки мы вот эти красить не будем, откосы. Пусть они будут белые, я всё-таки думаю, что приятнее смотреть на белые. А вот это вот дело, я не знаю, как покрасить или нет. Давай мы начнём вот с этого вот дела. И по традиции я и повторю, что я не знаю, что говорить вот в эти моменты. Я просто буду сидеть и красить. Потому что, ну, понимаешь, здесь особо ничего и не скажешь. Просто мы сидим, красим, что-то делаем. А что делаем? Хрен его просто. Это одинаковая монотонная работа. И занимаемся. И делать особо больше ничего не делаем. Был бы что-нибудь интересное, я бы тебе что-нибудь рассказал. А так мне даже рассказать тебе... Ой! Так мне даже рассказать тебе нечего. Серьёзно, ты лучше в комментариях вот напиши про то, как собака там чуть-чуть не покусала или что-нибудь такое. Какую-нибудь историю из детства. Вот у меня в предыдущей... Ой, в предыдущей серии. Под Солстормом девушка написала и рассказала про своё детство. Про то, как играла там в игрушки, в эти, как называется-то. Хоть вот как раз вот Вод Волт. Рассказала там, чё, как, почему и к чему. Про PlayStation мы с ней поговорили. То есть реально интересно читать эти комментарии. Такие вот, знаешь, полнотелые. Мне нравятся длинные комментарии читать, которых прям что-то прям изложено. Не просто вот там предложение одно, а прям реально, когда там человек пишет, вкладывает прям сочинение такое. Это прям классно выглядит. Это классно выглядит и классно читается. Мне нравится, когда люди такие... Во-первых, сообщения пишут. Мне нравится, когда сообщения длинные. И мне нравится, когда... Там много чего мне нравится, короче. Чего я рассказываю-то? Тёмно-серая мозаика гексагон. Ну, давай тогда вот в такой светлый цвет. Почему она половина красится, половина не красится? Так и должно быть или что? Мне кажется, такого быть не должно, но давай купим вот это. Чё, серьёзно? Она вот такого цвета убогого будет? Нет. 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот сюда вот, видать. Не понял сейчас про одну стену с лёгким бисквитом. Я разве не покрасил в лёгкий бисквит? Хоть какую-то одну стену не покрасил лёгкий бисквит? Не понял, не понял, не понял. Ладно, давай вот это вот дело покрасим в лёгкий бисквит. А это не считается стеной, что ли? Ёп твоё налево. Так, ну, блин, ну здесь вообще не подходит ничего. Может, это нелёгкий бисквит? А, может, не докрасил просто? Да, не докрасил. Ну, это, конечно, ну, ну, не. Ну, это прям уже как-то не так смотрится. Ну, ладненько. Встроенная узкая штора. Давай продадим вот эту вот ерундистику, которая нам уже больше не нужна, скорее всего. И будем приступать к установке вот этих всех приблуд, которые хочет видеть наш заказчик. Купить. Написали в настройках. Можно, кстати, упрощённые все вот эти вот, как их называют, сборки. Он и так лёгкий стоит. Монтаж этот. Я не представляю, что там сложно, блядь. Каждый шуруп вручную закручивать нужно, что ли? Колёсико, мышь, сидишь, шуруп крутишь. Наверное, так примерно это и должно выглядеть. И будет. А, штору. Да, штору, кстати, вторую давай купим сразу, чтобы... Так, встроенная узкая, встроенная широкая. Это где такая широкая-то будет у нас? Узкая-узкая, узкая-узкая. А вот тут широкая. Не, вот тут широкая будет. Широкая на широкую мы будем ставить вот здесь. Вот тут узкая. Узкая-узкая вот сюда. Угу. А вот тут широкая. Тоже беленькая. Как всё знаешь-то, блядь. Куда надо поставить? Куда надо засунуть? Чё надо поставить? Чё надо засунуть? Я вообще чё решил? Я решил следующее. У нас с тобой будет... Хаосфлиппер выходить теперь каждый день. Возможно каждый день. Вот что я решил Через день это 100% он будет выходить Потому что Я за него плотно взялся Так как The Tenence у нас зашел в тупик Я думаю, что одна серия по The Tenence Она еще выйдет, конечно Но вот, если она еще не вышла Перед вот этим видео Но дальше я что-то не вижу Смысла его проходить Потому что там прям вот реально Затупил я, затупил И не только я затупил, я потратил кучу денег И выхлопа ожидаемого Какого-либо не увидел Вот, так что Скорее всего мы погрузимся с вами в хаус флиппер И будем здесь наводить порядки Диван Диван будет стоять у нас с тобой вон там Можно, конечно, было его сюда вот залепить Но нет Он будет стоять вот здесь У бамбуков Вот так Ну прикольно, выглядит красиво Будет стоять Где-то здесь кресло с узорами А почему бы нет Давай вот здесь поставим Нет, нет, нет Вот так вот Нахрена она, правда, на выходе стоит Непонятно, но Ну а почему бы нет уже Смотрим, что нам еще там нужно Яркий стул Круглый стол Классический ковер Коврик Коврик Давай коврик положим Вилкоме Вилкоме должно быть в ту сторону смотреть Потому что люди с той стороны выходят Я же вилкоме на улице Не вилкоме Ого Почему бы и не вилкоме на улицу Прибыль 300 тысяч у нас написано Почему-то 300 тысяч Я хотел бы немножко побольше Все-таки получить с этого домика Ой 30 минут, представляешь, уже запись идет А я еще даже ничего не сделал Думаю, мы успеем этот ремонт заделать До 40 минут Потому что все-таки мы с тобой Должны серии-то Немножечко Как ее называют Делать не такими громоздкими Продолговатый ковер Купим его, наверное, вот куда-нибудь Вот сюда положим, да? Правильно я сделаю? Да, вот сюда будет продолговатый ковер лежать Стеллаж Купить Стеллаж будет стоять Я думаю, что он будет стоять у нас с тобой Нет, здесь он вообще ни к чему Где же его поставить? Поставить его можно вот сюда А почему нет? Прямо тут Считается, нет? Стеллаж В той комнате здесь Нет Да, вот здесь считается А там он не считается Получается, как будто бы Он не в этой комнате стоит Ну а тогда что мы будем делать С этим стеллажом? Давай вот сюда вот поставим Ну типа, куда его реально поставить? Вот сюда есть только Да, скорее всего здесь он будет стоять Блин, темно становится Темно становится Это очень грустно Давай круглый стол залепим Вот сюда вот куда-нибудь Я думаю просто, что это будет Наверное, какой-то обеденный Хотя здесь, в принципе-то обедать Обедать Но люди, наверное, здесь все-таки обедать будут Так как это все-таки кухня А тут кухня-гостиная Здесь, скорее всего, будет правильно так назвать ее Так Что еще надо сюда? Весь гарнитур нужно поставить сюда Темный низкий стеллаж Темный низкий стеллаж Зайдет, скорее всего, вот рядом С темным высоким стеллажом Тоже хорошо будет смотреться И к тому же Нужно деревянный А, вот кофейный столик Деревянный Нужно было, наверное, сюда как раз и поставить Вот деревянный большой стол Поставить куда-нибудь вот сюда Дай кофейный вот сюда забацаем Вот сюда А вот здесь где-нибудь Я не знаю, как правильно его будет установить Возможно, где-то и вот здесь Хрен его знает Вот как-то так поставить этот стол Вот этот ножки серенькие Давай сделаем стул сам желтенький Чтобы он такой солнечный был Угу Угу Что нам нужно еще купить? Три стула Желтенький, серенький Купить несколько Так Угу Отлично Ну, конечно, тут прям Не камильфо стоит Здорово все Но Пойдет Юг Что это за юга? Ну, тоже все в белый Пусть в белом все будет Красивенько Чтоб Четенько все стояло Вот здесь И И И И Еще юга Давай еще югу купим Блин Здесь штора мешает Это Не круто Давай здесь будет юг Стоять тоже в шторе Ааа Дефенбахи Поставим на кофейный Ни хрена себе Дефенбахи Какого размера Огромного Две Дефенбахи Надо поставить Купить Ну, давай еще на обеденный Поставим Чего нет-то Кривовато Ну, ладно Пойдет Классический ковер Голубой Купить вот сюда Наверное Его положим С тобой Нахрена не знаю Чтоб пол не царапал стол И, естественно Блин Да, вот так Оставим И И И Картина Туман Мне кажется Мы больше все-таки Делаем Эту Как ее называют Гостиную Чем Чем Кухню Кухня-то где? Сама-то кухня где? Галогенная лампа Люстра Тюльпаны Тюльпаны Люстра Тюльпаны Над столом Должна быть Люстра Тюльпаны Прям почти Над столом Ладно Пойдет Ну-ка, включи Уже лучше Угу И давай Светильнички Уже 35 минут Ёшкин кот Мы с тобой Опаздываем Купить несколько Гардеробных Две А, я же одну Должен был поставить Представляешь Как я Тупанул Да Нужно было Отодвинуть И нужно Поставить Вот сюда Вот дверь Почему нельзя Свернуть Можно же было бы Свернуть И было бы Классно А то я дверь Ищу 150 лет Во Огонь Ладненько Ну стул Тогда поставим Куда-нибудь А, он у меня Вот здесь Вот уже Жекупленный Он Ставится Не знаю Что тогда было Что-то Мне мешало В прошлый раз Поставить Подожди Наверное То, что она Теперь стоит Не в этой комнате А в той Да? Да, скорее всего Мне же нужна Она была Одна всего А куда мне Ее нужно Тогда поставить Если она Не считается То ли я дурак То ли лыжи не едут Ну я ж не дурак Смотри Хоп твою мать Вход в эту сторону Кто бы мог подумать Да? Так, ладненько И теперь Тогда Давай начнем С Вот этой вот Мебели Которая будет стоять Хрен ее знает Где? Вот тут будет Духовочка Стоять Немножко Она выпирает Конечно Точнее не выпирает А втирается В подоконник Но ничего страшного В этом нет Индукционная плита Давай поставим Вот такой вот шкаф Блин Ну она Он выпирает Он мне не нравится Мне не нравится То что он выпирает Но он правый Он должен То еще не пойму А как его установить Да? Да вот сюда поставим некрасиво конечно очень некрасиво раковина раковина перед окошком должна быть естественно как иначе а вот эту ерундовину давай залепим вот сюда чё она не влезает что ли вот так где-то она должна стоять блин с раковиной серьезно прям чутка не это не контачится представляешь ой как у бога выглядит все это дело как у бога как у бога бляха муха так тоже у бога так тоже мне очень не нравится как это выглядит блин не это должно быть наверное где-то как-то вот так вот и так тоже не должно быть что ж такое-то блин я даже не знаю я даже прямо прямо не могу вот так это как-то должно быть так ну давай тогда еще что купим светлый шкаф с двумя дверцами купить несколько нам не нужно несколько нам нужно было одну купить ать не то вот так вот так уже более-менее ну типа каждого рака в раковине у нас моются шторы но это тоже неплохо три шкафа но давай купим еще один вот сюда и еще один вот сюда и теперь нам нужно присандалить светлый низкий купить сейчас а куда мне его поставить его же на стену вешают его же нормальные люди на стену вешают и на шторы она стену и у меня он не помещается бринос за шторы с этой проблемы получает получается из-за шторы не могу поставить ой что это такое а что это вообще такое это холодильник такой но видимо да только чем он здесь желтенький такой ну ладно пусть будет галогенно-галогенная лампа сколько нужно-то годи сколько нужно-то для что ты будешь делать 4 галогенные лампы купить несколько вот сюда вот сюда вот сюда идет вот сюда в огонь и естественно вот сюда вот это дело индукционную плиту купить одну поставить вот сюда пускай радует нас и наших хозяев светлый шкаф с двумя дверцами куда мне их столько куда вот мне их столько светлых шкафов с двумя дверцами мне место столько в этом доме нет понимаешь нет столько места в доме куда они должны еще отставиться что это такое елки-палки не она серьезно куда это ни в какие рамки не годится куда я должен их еще поставить у них и так он вагон целый и маленькая тележка машина играть что-то зависла и что-то я и что-то от меня требует больше чем нужно я понимаю вытяжку еще поставить вытяжку то можно поставить на хрена правда она нужна здесь эта вытяжка непонятно тем более учитывая что у меня тут блять окно но повесим вот сюда вытяжку пускай висит хер и знает зачем она здесь нужна открой закрой класс еще нужно нужен тимьян вот сюда тимьян поставим два нужно было купить я купил один нужно еще купить а вот куда три вот эти вот херовины надо поставить я вообще не вкуриваю серьезно для полуостровной кухни а ну для полуостровной она должна была быть вот такой вот типа она должна была закругляться округляться выкругляться а я тупанул блять и сделал обычную кухню ну а кто ж могут подумать то что надо было такую сделать давай короче не будем заморачиваться да очень такой прям за херачим вот сюда вот а чё за херачим то у нас вот в принципе то у нас в принципе то вот так вот наверное получится да сделать нет если получится будет классно нет скорее всего так вот нужно сделать зачем правда непонятно но мне говорили так можно так делают полуостровной кухни да я читал в принципе наверное все да или чем не нужно еще что-то делать и и ебать колотить ты смотри сколько тут еще заданий но видать это будет видать это будет ого-го видать это будет охренеть как не скоро ну давай еще запишем что ли серию но мы с тобой не прощаемся естественно ты подпишись на канал и завтра выйдет серия хотя хотя давай на этом попрощаемся и завтра уже выйдет серия с продолжением этого ремонта представляешь мы сколько времени потратили на вот эту ерунду вот и не расстраивайся в следующей серии мы сделаем ремонт гораздо лучше и в других комнатах подписывайся обязательно канал прокомментируй и поставь лайк увидимся с тобой в следующей серии в которой мы сделаем до конца этот ремонт пока